Аллилуйя! Слава Господу Иисусу Христу! Мир вам, дорогая церковь! Мир вам, дорогие братья и сестры! Мир вам! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аминь! Слава Господу Иисусу Христу! Дорогие, поздравляю вас с воскресением Христовым! Он действительно воскрес, Христос живой, Он живой, Он спаситель, Он мира князь, Он победитель, Он царь царей, Господь господствующих, мы превозносим Тебя, Господь, давайте поднимем свои руки, Господь, благословляем Твое имя, прославляем Тебя, слава, слава Тебе, Господь, Ты пришел на землю, умер, отдал жизнь свою и воскрес, мы величаем и мы радуемся, ибо Пасха наша, Христос, Величие, благодарение, поклонение, слава, слава Тебе, Иисус, слава Тебе, благодать Твоя, Господь, да пребудет с нами, наполни наш храм любовью Твоею, излей любовь Твою на каждого человека, благослови каждого, кто сейчас меня слышит и видит, я благословляю, благословляю во имя Иисуса Христа, да пребудет с Тобою Господь, да направит Тебя Господь, да поддержит Тебя Господь, во имя Иисуса, да пребудет на Тебе все благословения Божии, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и весь народ громогласно скажет, аминь, слава Иисусу Христу, Господь, победитель, аминь, 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 слава Господу, драгоценные, я радуюсь в этот воскресный день, воскресенье Иисуса Христа, центральный христианский праздник, мы говорим о том, что Иисус умер и Он воскрес, и мы радуемся светлому воскресенью Христову, я поздравляю вас, дорогая церковь, поздравляю всех верующих, поздравляю в Алма-Ате, по всему Казахстану, поздравляю всех верующих, по всему миру, дорогая церковь, поздравляю тебя с воскресением Христовым, Христос воскрес, Он живой, Он вечный, Он воскрес на земле, чтобы жить в наших сердцах, сегодня Христос в твоем сердце, дорогой человек, пусть Бог благословит вас, аллилуйя, слава Господу Иисусу Христу, скажи, слава Богу, аминь, слава Господу, а вспоминая о тех событиях, вы знаете, я смотрю в Писание, как это все происходило, все события в предпасхальной неделе, когда Иисус молился, когда тайный вечер был, когда, но все началось с всего въезда в Иерусалим, за неделю до воскресения Иисуса Христа, Господь въезжал в Иерусалим, очень-очень потрясающая история, помните, когда народ кричал, асана вышних Богу, они кричали, слава Богу, это просто был крик радости, и даже фарисеи сказали, что-то они много кричат, много радуются, когда кто-то говорит, что ты слишком много радуешься перед Господом, это фарисеи, они пытаются остановить радость, ты что-то сильно громко молишься, сильно громко поешь, но знаете, вот в этой истории есть одно такой пример очень хороший, откроем Луки, 19 глава, глава, и я буду читать с тридцать, с какого стиха, ну давайте посмотрим, с двадцать девятого стиха, когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав, два ученика, пойдите в противолежащее селение, и войдя в него найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязав его, приведите сюда, если кто спросит, кто спросит, зачем отвязываешь осленка, слушай, скажите ему, он надобен Господу, посланные пошли и нашли, как он сказал им, когда они отвязывали молодого осла, хозяева его, хозяева осла, сейчас представь, кто-нибудь отвязывает твоего осла, выходишь на парковку церкви, и кто-нибудь с ломиком открывает твой мерседес, и, слушай, что за дела, и вдруг хозяева говорят, зачем отвязывалась осленка, 34 стих, а они отвечали, он надобен Господу, и привели его к Иисусу, и накинув одежды свои, на осленка посадили на него Иисуса, и когда он ехал, посылали одежды свои по дороге, и когда он приблизился к спуску с горы Леонской, все множество учеников начало в радости, всегласно славить Бога за все чудеса, и говоря, благословен Царь, грядущий во имя Господне, аминь. Вот, слушайте, привязанность. Сегодня я хочу рассказать в этот праздник, в воскресенье, все, что Иисус делает, он делает символически. Он ученикам говорит, идите за человеком несущим кушин воды, придите отвяжить осленка. Почему Иисус не мог сам войти? Иисус бы мог войти. Почему нужно было на осленке? Это хороший пример. Иисус хочет в Иерусалим войти на каком-нибудь привязанном осле. Я тот самый привязанный осленок. Надеюсь, что ты тот самый привязанный ослик. Вы знаете, мы все привязаны, мы привязаны к чему-то, кому-то, мы привязаны к каким-то вещам, мы к чему-то привязаны. Кто-то из вас привязан к интернету, кто-то привязан к деньгам, кто-то из вас привязан к работе, к чему-то. Мы привязываемся, у нас все вот так, мы привязываем себя к чему-то в надежде, думая, что это станет нашим. Но тебе в действительности ничего не надо, привязанный осленок. У него есть хозяин, который говорит, нет, ты не можешь, ты не можешь. Хозяин, он тебя привязывает и говорит, ты не можешь. Говорил ли кто-нибудь из вас когда-нибудь, говорили вам когда-нибудь, ты не можешь в воскресенье на собрание ходить, тебе не надо ходить. Почему это? Ты осел привязанный. Вы знаете, вот этот образ привязанного осла, на котором Иисус войдет в Иерусалим, и потом начнутся череда событий, которые придут к воскресенью. Я вспоминаю, смотрю на этого привязанного осла, на котором Иисус въезжает, и я себя понимаю тем ослом привязанным. Когда, что происходит с нами, когда мы к чему-то привязываемся, и у нас появляется хозяин, который, это рабство. Иисус пришел, чтобы освободить нас от рабства. Он посылает апостолов, которые говорят, я, ты надобен Господу. И вот я как кто-то сел, привязанный, стою, и они отвязывают. Я смотрю и думаю, зачем? Чтобы Иисус вошел в Иерусалим. На моей спине, знаете, я иду по этой дороге Иерусалимской, на моей спине сидит кто-то, и первый раз его везут тяжело. Что это за меня посетит? И вдруг люди начинают стелить одежды, я радуюсь, радуюсь и ликую. Вы знаете, все люди кричат, асана, асана, ура, аллилуйя. Я смотрю и думаю, вау, как меня любят, оказывается. Но в действительности, когда тебя приветствуют, это приветствует не тебя, а это приветствует Иисуса Христа. Моя задача, как ослика, принести Иисуса до краев земли. Сегодня мы празднуем воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие мои, мы радуемся, и мы хотим Господу воздать всю честь, воздать всю славу, воздать всю хвалу, благодарение. Мы хотим поклониться Господу Иисусу Христу. Мы хотим, чтобы воскресение Иисуса Христа распространилось по всему лицу земли. Зачем я делаю эти эфиры? Зачем я вещаюсь по всему миру, проповедую? Одна цель, чтобы тот, кто на моей спине, на спине этого осла, круглолицого идти, пытается войти, хочет войти, хочет войти. Я хочу, чтобы Иисус вошел в Иерусалим. И пускай на моей спине. Симон Кириньянин нес крест Иисуса Христа на Голгофу. Вы знаете, он тоже был тем самым отвязанным осленком, который нес крест Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы были, как Симон Кириньянин, мы были, как отвязанных осленок, чтобы мы участвовали в смерти и воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, дорогие мои. Пускай воскресение Иисуса Христа будет в вашей жизни. Христос, придя на землю, пришел в хлев, в грязное и поганое место. И вы знаете, умирая, он отдал свою жизнь, чтобы мы с вами воскресли и никогда не жили в хлеву. Он пришел в хлев, чтобы принести через кровь свою воскресение и жизнь. Пусть Бог благословит вас. Я очень люблю вас, благословляю, ценю каждого из вас. И хочу сказать, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя! Давайте дадим аплодисменты царю царей. Господь, благодарим тебя. Слава, слава тебе. Аллилуйя! Слава тебе, царь царей. Величаем тебя, благословляем тебя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И все скажем, аминь. Пусть Бог благословит. Сегодня с вами был Максим Максимов. Очень люблю, дорожу и радуюсь, что мы с вами отвязанные ослята, на которых Иисус ездит, въезжает в Иерусалим. Твой Иерусалим, это может быть твой дом, твоя семья. Это может быть соседи твои. Это может быть твоя работа, твой бизнес. Привезти Иисуса в твой Иерусалим, в который Он хочет ехать. На ваших продолжайте благовествовать. Уходя на небеса, Иисус скажет, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Пусть Бог благословит вас. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Ваш Максим Максимов. С любовью. Пока.